Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну что, идем? Если ты все знал, почему сразу не убил? Ну что ты? А как же наша старая дружба? И хоть ты ее и предал, мы все же дадим тебе шанс выжить. Один из десяти. Что? Нет! Нет, не надо! Только не это! Нет! Да не кричи ты! Егор! Соседи разбудишь. Прочухался, наконец. Где? На курорте. Это что, тюрьма? Возможно. Только я не думал, что тут есть такие комнаты. И пахнет здесь как-то по-другому. Здесь? Где здесь? ОГ-98-18. Полярная сова. Это что? Колония особого режима для тех, кто на пожизненном. Колония? Какая колония без суда? Какую пожизненную? Я даже не уверен. Последняя, что помнишь? Конка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну, стоять! Стой, стреляй! Не дюймиться! Держать, я сказал! Смолочь! Так, это ведь? Ну, все, давай. Так, стой. Подожди его. Погоди. Может, мы его это... Эй, ребят, вы что? Ну, а потом, я не помню, я не помню, что было, голова болит. А ты лег спать у себя в одиночке и проснулся здесь. И вот, свежий след от укола. У себя посмотри. У меня такой же. Это что за дела? Где мы? Там параша. Эй! Отклейте! Успокойся, не кипиши. Выпустите меня! Чтоб я сдул. Волков. Все начнется через час. Я понял. После того, как мы забрали Женю из дома, я прислал людей проверить там все. Ничего в пользу того, что он нас предал, не нашлось. Но ведь он пытался убить тебя. Ты сам говорил. Зачем же ему делать такое, если он не виноват? Допустим. Но если так, почему вы сказали ввести его в бессонницу? Если считаете, что он внедрил подставного, надо его расколоть, чтобы узнать, кто это. Поверь, Волков, если кого-то внедрили, то имени ему точно не сказали, опасаясь такой вот ситуации. Бессонница – единственный способ узнать. Он выведет нас на агента, потому что тот будет его единственным шансом на спасение. Мы сильно рискуем. Надо отменить все. Мне страшно. Не бойся, девочка, не бойся. Меня зовут Ира. Нас что, похитили? Как мы сюда попали? Я не знаю, Ир. Я думал, что дело касается только меня, когда соглашался. Я... Я не думал, что там будет кто-то еще. Соглашались на что? А вы кто? А вы кто? Я? Я… Я просто учитель. В школе. В школе? Ну да. Учитель химии. Олег Викторович. Но с учетом обстоятельств можно просто… Олег. Так на что вы согласились, Олег? Вы так и не сказали. Что все это значит? Я думаю, что ничего хорошего. Да, Олег Ну ты что, подъезжаешь? Да, я уже рядом Олег, скажи, пожалуйста, куда я еду? Иначе я чувствую себя дурой Ну потерпи, Марина, внутри все объяснят Я правда не молотую Олег, ну что за глупости? Куда я еду? Что это за карточка? Чем занимался Андрей? Я вообще не слышал, чтобы он сюда ездил Это редкое мероприятие, Марин Всего раз в году Я готов Пустите! А что за укол? Следующего? Отпусти! Отпусти меня! Убери руку! А ты что за хер? Мальчик, не грубей Да пошел Так, так Сучонок Привет, док Привет, Женя Привет, Женя Ну что, не думал, что окажешься здесь сам? Да уж Раньше я стоял вместо этого Это да Давай, Калинин уже Давай, Калинин уже Давай, Калинин уже Ну вот и все Ну что, удачи тебе Ну, Рина, его не пустят Сереж, спасибо, поезжай, я позвоню Ну, мы одни Ты можешь мне сказать, куда мы идем? Мариш, ну давай чуть попозже, а хорошо? Нет, не попозже Я должна знать Куда я иду, вот что там такое Куда ходил мой муж? Это казино Ах, казино? Угу Ну, следовало догадаться Давно пора догадаться Ты же прекрасно знаешь, если вспомнишь Как он это любил Да, правда, я думала, что их закрыли Ну да, для денег закон не писан Ну, конечно А что вы там были? Это нужно Если ты хочешь получить свои деньги Послушайте, там со мной в комнате девочка была Ира, вы что, ее тоже сюда? Она же ребенок Что это? Это лекарство Не бойся, это не больно Ой, а что с руками-то? На тот свет торопимся Угу Откачали, суки Судя по бинтам, поперек резало А вены надо резать вдоль Я учту на будущее Спасибо, доктор Пожалуйста Ну, почему я должна оттуда идти? У тебя именная карта Ты единственный наследник А по правилам, все, что на ней, переходит автоматически тебе Все, что на ней, что на ней? Деньги? Хм Не только На ней вся информация На ней ставки Буквально перед гибелью, Андрей сделал ставку Ставки? Угу И ты ради ставки меня сюда притащил? Олег, ты в своем уме У меня муж умер Какая к черту ставка? Я плевать хотела на эти деньги В случае Его ставка Сто миллионов долларов А в случае выигрыша Приз В три раза превышает ставку Что? Угу Почему лифт остановился? Карточку нужно Твою карточку Ставить Смелее Ну? Сто миллионов долларов А что же там играют? Ну, сейчас и узнаешь Да что вы хотите со мной сделать? Да отпустите меня! Зачем это? Что это такое? Следующий Как я это все ненавижу Доктор без лишних слов А хотите я сама Не переживайте, я медсестра Спасибо Я уже сам Что за лажа? Закройся Я смотрю, ты смелый, да? Может один на один побазарила? Чё делай? Или слышь? Один на один? А? Один на один? Я бы тебя вообще убил Хорошо, что ты тут Таких тварей, как ты, давить надо Да Док Кали Уведите Приткнешься, сука И дайте ему нормальную одежду Не врубишь ему бегать Спасибо Добрый вечер Вашу карточку, пожалуйста Вдова Андрея Алексеевича Новый владелец карты Сейчас мы проверим ваши документы И вы пройдете в зал Все Десять Каждый год я с ужасом жду этого дня Да успокойтесь вы, доктор Большинство из них здесь по своей воле А те, что не по своей, заслужили этот укол Мне же от этого не легче Дамы и господа Добро пожаловать в Бессонницу Для тех из вас, кто не знает С настоящего момента Вы участвуете в игре Игроков десять Каждый получает машину Паспорт, права, часы Благодаря которым мы будем получать данные О вашем пульсе и местоположении Смартфон, с которого вы сможете связаться С любым другим участником Бессонницы И узнать его местоположение Блин, а что все это значит? Назначение денег и оружия Думаю, объяснять не надо Я же никому ничего не сделала Не бойся, здесь всем страшно Я сейчас заплачу Помолчал бы ты Итак, правила Бессонницы Они крайне просты, но рекомендую послушать их очень внимательно Каждому из вас была сделана инъекция специально разработанного препарата В случае, если вы заснете, этот препарат остановит ваше сердце Олег, что здесь происходит? Кто все эти люди? Что за Бессонница? Марин, Бессонница – это игра Игра с огромными ставками Десять игроков, один победитель Но такие огромные ставки Секретность, охрана На что здесь играют? На жизнь Вы что хотите от нас, а? Где вы? Не надо, не кричь Вы можете выбрать любую тактику Скрываться и пересидеть остальных Или сокращать число своих конкурентов физически Я не могу в это поверить Олег, это чудовищно, это… это бесчеловечно Мариночка, когда на кону такие огромные деньги, вопрос о человечности не стоит Последний оставшийся в живых считается победителем А приз? Победитель получит три вещи Десять миллионов долларов Настоящий паспорт с новой личностью И что важнее всего Укол нейтрализующий действие препарата По-другому обратить его действие невозможно Даже не пытайтесь Между сном и смертью Для вас теперь знак равенства Ништяк Это что, все розыгрыш, да? Дороговато для розыгрыша У каждого из вас есть своя причина, по которой он здесь Возможно, не каждый из вас ее знает Но, думаю, узнает И она будет вести его А теперь запреты Первый Часы снимать нельзя Второй Говорить о бессоннице Никому нельзя Третий Пересекать московскую кольцевую дорогу нельзя Тот, кто нарушит любой из этих запретов Столкнется с судьями Судьи всегда будут знать ваше местоположение Судьи могут заменить оборудование, если оно откажет Судьям вы можете сообщить о любых нарушениях правил И судьи же накажут любого нарушившего правила Да? Ну и какое будет наказание? Смерть Ну что? Тогда начнем прямо сейчас Кто смелый? О! У нас тут герой Иди сюда Патроны в бардачке машин Первый и каждый десятый час игры являются часами перемирия Насилие в них запрещено И карается судьями, как и любое другое нарушение, смертью А ничего ты еще приткнешься В виде исключения, по незнанию правил, игрок номер восемь будет оставлен в игре Однако в наказание он лишается оружия Сука, я тебя запомнил Предыдущий рекорд продолжительности бессонницы Шестьдесят два часа тридцать три минуты Итак, игра началась, дамы и господа Удачи вам Ты куда? Ты куда, Марина? Марина, Марина, ну и подожди, Марина Да ты понимаешь, что это такое, девять человек погибнут ради чего? Ну, таковы правила игры, Марина Игры? Какой игры? Ты понимаешь, что ты говоришь? Об этом нужно сообщить У меня есть знакомые в руководстве ФСБ, надо, чтобы они... Да успокойся ты Может быть, все твои знакомые в этом зале-то и сидят Это во-первых А во-вторых, все, кто здесь находится, автоматически являются соучастниками Я не являюсь соучастницей, ясно? Да за это пожизненное надо давать Кто вообще придумал этот ужас? Я не могу поверить, что мой муж Таких, как твой муж, здесь десятки И еще десяток более весомых людей Все, кто в этом зале, уже повязаны И они не дадут, не дадут раскрыть свой секрет Они не позволят лишить себя этой бессонницы Это верхушка общества Ну, потом, Марина, кровавые игры были во все времена Например, время, да, ну, в древнем, в древнем Аристократия, ну, как они любили, они обожали С ума сходили по этим гладиаторским боям-то, а? Это наш коллизей Я все поняла У тебя доля ставки Обычная практика Я доверенное лицо На мне все формальности Практика может быть и обычная, а вот ставка, похоже, очень необычная Андрей никогда столько не ставил Обычные не более миллиона Ну, и какой у тебя процент? Десять процентов Тридцать миллионов долларов Я все поняла, в общем так, делай все, что хочешь А я принимать в этом участие не буду, я ухожу Ну, погоди, пойди, сейчас самое интересное в этом Я рад приветствовать вас, дамы и господа Прием ставок объявляется открытым В любое время вы можете приехать в казино И узнать, как идут дела у вашего игрока Или сделать новую ставку Как всегда, хочу предостеречь вас от попыток помочь своему игроку Или помешать другому Такая попытка приравнивается к нарушению правил И так же карается судьями И как всегда, хочу пригласить наших особых гостей Сделавших слепые ставки Занять свои апартаменты И прибыть вечером на ужин в честь первого дня игры Как вы знаете, слепые ставки Во много раз превышают лимит обычных И их обладатели не могут покинуть казино до окончания игры Вот это я хотел тебе сказать, Марин У тебя ставка слепая Все уехали, а ты чего? А я не умею водить У меня и прав-то нет Я вообще несовершеннолетняя А как ты вообще сюда попал? Почему? Тот человек сказал, было причиной И блин, я вообще не знаю, что с этим делать Я даже не умею стрелять Я тоже Ну, хочешь, поехали вместе Ты что, серьезно? Ну, а почему они? Вместе как-то веселей Вместе ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лешка! Ой, привет! Леша, мама! Привет, Слава, Тулька! Ну, ты даешь неделю, не звонишь, не приходишь, ну-ка покажи. Я так заехал поздороваться, перекусить, мам! Опять не бойся, всю ночь на машину гонял, с друзьями. Да я просто... Да ладно, не оправдывайся. Не доведет, а ты добра. Леша, ты пельмени будешь или тебе суп разогреть? Суп. Да, суп. Сиди пока в машине, я домой схожу и вернусь. Домой? Зачем? Понимаешь, у меня дочь примерно твоего возраста. Ей нужна сложная операция, и чем скорее, тем лучше. Иначе она умрет. Я пошел на игру сам. Ради пятиста тысяч. Вот, или ради этого жизнь? Ну, зачем? Ну, можно же было продать квартиру или машину. Ну, я не знаю, там, приедет все эти, в конце концов. Понимаешь, Ира, у нас ничего нет ни машины, ни... Тут еще такая беда случилась. В общем, я не хочу об этом говорить. Я схожу домой и вернусь. Олег! Вот, возьмите. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мам. Ау? Посиди со мной. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя... у тебя все в порядке? Да, я в порядке. Леша. Леша. Все нормально, мам. Все нормально. За этим нужен особый присмотр. Я тебя умоляю. За Уркой? Да он первый вылетит. Найдет себе проблему. Он набухается, забудет и уснет. Боец. Злата, ты где? Что? Плывешь? Простите, устала. Ты изучала досье. Расскажи Егору про этого, чтобы он не был так беспечен. Игорь Коваль. Приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Главарь преступной группировки. Они занимались заказными убийствами по всей территории России на протяжении пятнадцати лет. На их счету порядка пятидесяти убийств. Половина из них лично наковали. Понял, в чем дело. Он придумывал планы. Изобретательный убийца не боится смерти. Игорь Коваль. Звучит. Чё тебе надо же, гляд? Чё тебе надо же, гляд? Здорово, дядь. Здорово, кто не шутишь? Дело к тебе есть. Ну? Ты ствола лишился? А у меня один есть. Интересно? Ну, допустим. Ну, тогда подкатывай. Женя после него самый опасный. Он был одним из нас. Он знает систему. Он может попытаться её обойти. Будьте внимательны. За начало. Красивая. Нашла меня по маяку? Первый час ещё не истёк. Да? А я не следила. Видишь, когда не зелёные – перемирие. Когда станут красными – война. Откуда ты знаешь? Знаю. Есть еще семь минут. Почему ты здесь? Я не из Москвы. Не был здесь никогда. Ты похож на военного. У тебя есть все шансы победить, если действовать активно. И что? Хочешь заключить союз? Но победитель-то будет один. Моя война закончится раньше. Помоги мне добраться до Коваля. Кто это? В наколках, с которым ты в гараже цепанулся. Он убил моего мужа и сына. Бомба в машине. Муж отказался платить бандитам. А хорошо, они подобрали игроков. Все разнюхали. Ну так что? Поможешь? А я взамен отдам тебе свои деньги, оружие, патроны. Думаю, тебе не помешает. Ну, допустим, мы его найдем. Ты его убьешь и… Лягу спать. Яковлев. Сергей Андреевич, это я. Ты почему так долго на связь не выходила? Расскажу при встрече. Ты из нашего номера? Линия чистая? Да, мне удалось. Я внедрилась. Но все не так. Не так, как мы думали, не так, как хотели. Спокойно, Дарья, спокойно. Тебе угрожает опасность? Все гораздо хуже, Сергей Андреевич. Тебя хотят убить? Меня? Меня уже убили. Возможно, это последний день в моей жизни. Так странно. Последний рассвет. Ты что, там плачешь, что ли? Я вообще никогда не плачу. Бамушка в детстве лупила и то. Ни разу не рыдала. Ты как моя дочь. Ни стонов, ни криков в больнице. А одни глаза. Жалобные, что ли? А почему вы не поедете к ней? Потому что все, что от меня зависело, я уже сделал. Теперь постараюсь тебе помочь. Слушайте, а… А может быть, это все шутка? А? Ну, вот это вот все. Скорее сон. В случае, если вы заснете, этот препарат остановит ваше сердце. Между сном и смертью для вас теперь знак равенства. Последний, оставшийся в живых, считается победителем. Последний, оставшийся в живых, считается победителем. А что, дядь? Страх дерет? Как телочку в порно? Нормальная тактика, малой. Решил сразу сдохнуть. Не дергайся, заряжен. Молодца, волчонок. Без башены, правда, малость. Но ничего, подрастешь – пройдет. Хотя… Уже ведь не подрастешь. Волыну вижу. Патроны где? Триста. Чего? Тысяч за оружие. А, без базара. Патроны. Э, а деньги? Пошел вон, щенок. Ты же обещал деньги за оружие. Нашел, кому верить. Слышь, ты урод! Ты обещал мне деньги за оружие! Ах ты сучу! Чего стрелять не за оружие будешь, да? А? Расстрелю башку же ведь! А чего стоишь? Давай мочи! Давай мочи без оружия! Давай! А? Ты гляди-ка! Мочи! Красава! Ему волына в мордовом бычь. Прям как я в детстве. Ладно. Трись пока рядом. Может, на что сгодишься. Я целую неделю голову ломала, не знала, как сказать. А сегодня оставила на столе записку. Ты станешь папой. Ты хоть пояснила, что это значит? А то ведь они подумают, папой римским выбрали. Ну да. Открывай скорее, десять часов уже. Ой, ну куда спешить? Будний день. Хорошо, если к обеду клиенты подтянутся. Ну да. Здрасте. Ой, напугали прям. Извините, а можно пострелять? Вот хочу научить дочку. Вы у нас сегодня первые. С утра обычно клиентов не бывает. Да, время убиваем. Поезда ждем. Вот решили прогуляться по парку. Сколько стоит? Сто рублей. Слушай, я же вообще не умею стрелять. Сейчас покажу. Держи. Так, приклад. В плечо упирай. Прям в плечо. И вот здесь, вместе. Старайся попасть в самую середину. Или, может, чуть выше. Тогда точно попадешь. Живо за стоку! Давай, 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 давай! На! Да! Ну вот черт, а! Я беременна! Стой! Подожди! Не стреляю! Она беременна! Доброе утро! Это я так! Хорошего дня! Дамы и господа, начать прием ставок на первого выбывшего игрока. Напоминаю, что все участники, пронумерованные по возрасту, возглавляют список самый младший. Хорошие игроки в этот раз. Интересно будет. Интересно. будет посмотреть, кто решится ее убить. Если, конечно, сама не зачтет. Жестоко это как-то, нет? Цинично даже. Маленькая девочка. Раньше все игроки были бойцами. Ну, знаешь, это было раньше. А по мне так сейчас веселее. Помню, в прошлый раз один так испугался играть, что застрелился после часа перемирия. А может, договорной вылет решил заработать денег, но забыл, что умирает навсегда? Тебе-то смешно. Вообще-то я на него ставил, и немало. А помнишь, года два назад, парень пытался себе адреналин вколоть, чтобы не уснуть? Ну, высокий такой, худощавый. Да-да-да. И упал без сознания, да? Ну, что-то такое, а? Боевиков насмотрелся. Конечно. Его, между прочим, звали Гарик. Мент из Сарата. Из Воронежа. Реально ведь человек с ума сошел. Да. Хорошо, что в скорой заснул. А то бы судьи намаялись. А вы почему не едите? Свежай шмуре продукты, очень вкусно. Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что же ты за человек, Андрей? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему на крыше-то? Вертолетов слежения у нас пока нет. Волков следил? С чего бы. В первый день у судьи мало работы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жень, мне тоже страшно. Вдруг ничего не получится. Никто из игроков не знает бессонницу лучше, чем я. Я три года был судьей. Я два. А Волков? Когда я пришел, он уже был. Черт. Нельзя. Тратить силы сейчас смертельно опасно. Черт. Нельзя. Тратить силы сейчас смертельно опасно. Да, ты прав. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Волков будет следить за мной особенно. Да, он уже распорядился. Распорядился. Ладно, плевать. У нас есть одна цель. У ДОКа есть противоядие, и нам надо его достать. Любой ценой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, выглядываю в окно, а там машины, огни, люди в форме. Говорят, человека сбили. Гоняют, как оголтелый, и куда скишат? Я все время внуку говорю. Будьте осторожнее. Говорят, я вас прошу. Расскажи мне, как поездка? Здравствуйте. Расскажите. Отлично. О, ОНЯ! Отлично. 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 Стой! Стрелять буду! Не двигаться! Бежать, я сказал! Что, тянет на место преступления? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово! Здорово! Ты как здесь? Так это ж мой двор. Я тебя специально сюда притер, все дороги тут знаю. У тебя ж гайцы вроде повязали. Ты там зацепил кого-то? Отпустили? Почти. Многу бабла отдал. Ладно, брат, спешу. Типа поспал маленько. Бледный какой-то. Поспал, бабла. Без хороших corruption! У меня есть. А скажите ли все вещи, чтобы меня были выстреляемой怎ели? Ладно, мама была езiquement так что, да... Сергей Андреевич, мне сделали укол. Если засну, сердце остановится. Что? Дарья, давай не здесь, я не очень понимаю. Чего не понимаете? Я умираю. Не яд вкололи. Они следят за мной. Все время знают, где я. Следят? Кто они? Ладно, не суть. Тогда ехать в конспиративное место нет смысла. Ну, рассказывай. Это игра. Игра такая, понимаете? Судьи трое. Ведущий и десять участников. Всем сделали уколы. Дали им машину, деньги и оружие. Последние оставшиеся в живых. Победитель. Там деньги ставят. Вот так вот. Игра. Вот такая, понимаете? Что? Ну, смотрите на меня так. Я серьезно. Я теперь играю. Я умереть могу. Вот. Укол. Смотрите, укол. Ты что, вколола себе что-то? Да, здесь я! Мне вкололи. Не я, а мне. И не наркоманка, если вы об этом. Это все правда. Вы ж меня знаете. Прости, мне как-то трудно в это поверить. Мне плевать, что вам трудно. Допустите, что каждое слово правда. Скажите, что мне делать? Мне вкололи смертельный препарат. Мне надо в больницу на обследование. Надо понять, как нейтрализовать это дерьмо в моей крови. Ладно. Допускаем, что все это правда. А если врачи не успеют? Противоядие – это не валерьяна. Пока исследования, анализы. Дней пять минимум. У медика в казино есть нейтрализующий препарат. У какого медика? В каком казино? Ты уверена, что он еще там? Если хоть часть из этого правда, да и вопросов миллион. Сергей Андреевич, я умираю. Дарья, ты успокойся. Ты знаешь сама, что в любой ситуации самое главное. Информация. Достань всю информацию, которую сможешь. Объясни все. Изложи все, что знаешь. Отчет лично мне в руки. Я соберу группу спецов. Ну что ж, если они такое делают с людьми, мы их всех накроем. Тебе ничего не угрожает. Не бойся, девочка. Мы тебя защитим. Дарья, да, я обратно поеду один. Это торговый центр. Поднимешься на лифте на первый этаж. Жду от тебя информацию. Как можно быстрее. Держись. Прошу внимание на экран. Сейчас мы продемонстрируем препарат в действии. Испытуемый абсолютно здоров. Давление идеальное. 120 на 80. Пульс 70 ударов в минуту. Ему вводится точно такой же препарат, что и участникам бессонницы. Как вы себя чувствуете? Неужели прикончено? Сейчас врач ведет пациенту обычное снотворное. Через пару минут испытуемый заснет. Зафиксирована клиническая смерть. Знаете, а это шоу с каждым годом все более интересное. И вы что, убили? У нас на глазах? Марин, скажите, а вы первый раз в игре? Правильно? Да, все верно. Мой вам совет. Воспринимайте их не как… Люди. Так легче будет. Сейчас мы вводим пациенту препарат, который получит победитель бессонницы. Не хочу громких слов, но разве это не чудо? Чтобы окончательно прийти в себя, пациенту понадобится время. Но он, как видите, жив. Препарат нейтрализован. Молодцы. Ольга. Что? Мы идем к тебе в квартиру? Да. Зачем? Я хочу, чтоб ты видел. Я хочу, чтоб ты знал. Это комната, Кирюш. Мы с мужем давно хотели иметь детей. Долго не получалось забеременеть. Роды тяжелые были. Или откачали. Он потом долго болел. И от него сутками не отходило. А когда ему исполнилось одиннадцать, все как рукой сняло. Целый год счастья. Вплоть до двенадцатого дня рождения. Вплоть до двенадцатого дня рождения. Коваль тогда. Ну, взрыв тогда был. Три года здесь ничего не трогаю. Не могу. Все кажется, что зайду однажды утром, а Кирюша спит. Как ни в чем не бывала. Как это попало в игру? На улице подошли двое мужчин. Сказали, что есть информация о моем муже и сыне. Предложили сесть в машину. А испугалась? Чего? Смерть. Я ее даже и жду. Ладно, с Ковалем я тебе помогу. Спасибо. Убрать его нужно сейчас, пока есть силы. Он сейчас где-то на северо-востоке. Но он не один с ним мальчишка. Нашел? Ну, ты шустрила. Как? Братильник по ГАИССМДАНЫЙ пробил. Он именно в радиорынке барыжен. Прописан Слиплова. Телефон домашний есть. Звоню, бабка Зеватрупова сказала, Дима дома. Точно Стеклов? Не путаешь? Шестьдесят девятого года? А за дядя? Я до до рождения у бабки не спрашиваю. Но есть фотка. В социальной сети. Вон паскуда. Решение он там сдал и самоусловного получил. Ничего сученыш. Скоро свидимся. Боюсь. Боюсь, мать. Инициативой. В этом матче, в котором нас совершенно не устраивает даже ничья. Нам нужна только барьер, такова турнирная ситуация. Но, к счастью, хорошо, удачно… Вообще, школа-то обурела. …не удалось. Мы перехватываем мяч и идем вперед. Идем вперед. Можно действовать… Я, пацан, ты что вообще берега потерял, а? Родимо. Не ждал. Коваль, ты? Ты прикинь. Ты же сдох на зоне. Да ты понимаешь, сука, никак не мог кони дырнуть, не попрощавшись с тобой. Ты гниль сортирная. Мне десятка светила, ты по УДО выскочил через полгода. Всех на следок услил. Изрывчатку почему-то у меня нашли. И ствол Масана, и патроны. Да, забыл, еще и белого грамм пятьдесят. Коваль, это не я. Я же, я же только показания в суде. Ладно, белому я не спорю. Но стрелянный макар, из которого я барана-коммерсанта завалил. Димон, это просто оскорбление. Клянусь, это не я. Это все следак. Ну, позвони, спроси. А, давай, давай. Алло. Алло, гражданин следователь. Это Коваль с полярной совы. Помните? Тут рядом со мной господин Стеклов. Сука. Мы тебя поили, кормили. Баб тебе подкладывали. Коваль, Коваль, подожди. Как говорят наши авиакомпании, приятного полета. А-а-а! Сегодня болельщики пришли смотреть на игру. Были опасения… Ё-моё! Чего ты лыбишься, малая? Давай, шевели копытами. Не рассчитал градус. На северо-востоке Москвы нетрезвый мужчина выпал из окна, перегнувшись через балконную решетку. Приехавшие на место врачи констатировали, смерть наступила мгновенно. Надо отметить, что с начала года это уже четвертый подобный случай в округе. Сейчас начнется. Тихо. Мы возвращаемся к главной теме выпуска – перестрелки в парке культуры и отдыха. По уточненным данным, в результате этого происшествия пострадала 25-летняя сотрудница Тира. Около 9 часов утра, как сообщают очевидцы, нетрезвая женщина открыла огонь по посетителям. Там стояли папа с дочкой. Хотели пострелять. Потом появилась эта женщина, начала болеть, ранила мою сменщицу. А в Тире пострадавшие были? Нет, они вызвали скорую и уехали. Сказали, что опаздывают на поезд. Со слов свидетелей составлен фоторобот. Сейчас вы видите его на своих экранах. Ну, понеслась. Да, бабенка не промах. А вот за ранения гражданских судьи накажут. Накажут? Как? Ну, на свое усмотрение. Наши камеры и агенты с видеорегистраторами следят за игроками круглосуточно. Делайте ставки, господа. Главное – не спать. Волков. Зафиксировано нарушение игроком 6. Ранение гражданского лица. Местонахождение. Район речного порта. Скидываю координаты GPS. Я в курсе, где встречаемся. Отбой. Злата тоже не нужна. Я все сделаю сам. Уверен? Дэхвандо, Олимпийская сборная. И не таких ломали. Пока отдыхайте. Так. Поп-поп-поп! Здравствуйте. Здрасьте. Чем могу вам помочь? Мне нужна рубашка. Мужская. Какой размер? Размер? Да. Не знаю. А размер ворота? Что? Хорошо. Какая комплекция у мужчины? А, ну, рост у него приблизительно такой, а… Так. Вес, ну, нормальный. Нормальный. Ну, наверное, пятидесятый. Ага. А, так, сейчас я посмотрю. Нет пятидесятого. Нет пятидесятого. А на размер больше? Пятьдесят второй. Пятьдесят второй. Вот это, пятьдесят второй. А вы кому берете? Отцу. Ну, вот. Теперь я не похож на мясника. Ну, и чего дальше делать будем? Ты мне спрашиваешь? Я жеребенок. Жеребенок. Ты слишком взрослый для своих семнадцати лет. По маяку нас в любом укрытии найдут, поэтому нам нужно спрятаться там, где с оружием не пускают и не будут задавать излишних вопросов. Аэропорт, вокзал слишком рискованно. А дом, работа, больница не вариант. Гостиница. Ты о чем? Там много охраны. И лишних вопросов они не задают. И денег у нас на трое суток хватит. А дальше… А дальше все равно уснем. Поехали. А дальше посмотрим. Вы можете выбрать любую тактику. Скрываться и пересидеть остальных или сокращать число своих конкурентов физически. Куда ты, девочка? Чуешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опусти оружие Не глупи Боишься? Тебя-то? Не смеши К тому же убьешь меня, значит убьешь себя Да я уже мертва Пока у тебя есть шанс Даже на победу А убийство судьи тебя приговорит А ты зачем пришел? Забрать оружие в наказание В гражданских стрелять нельзя Положи пистолет и уходи Ну? Ну-ну! Давай! Давай-давай! Ну? Круто! Это я забираю Иди, ползи или что ты там сможешь Ты получаешь первое предупреждение Их сколько? Одно Да? Это Даша, надо встретиться Кто? Я игрок, дятел Разговор есть Ты на машине? Пешком, пробки Если хочешь встретиться, давай в людном месте Я на Кутузовском Пойдет Марина Викторовна Согласно правилам Игрокам, сделавшим слепые ставки Запрещено покидать казино до окончания шоу А я что в тюрьме? Я задержана, похищена Мне плохо, я хочу уйти Вам вызвать врача Вы понимаете, что удерживать человека незаконно? Марина Викторовна, вы подписали договор Согласно которому Изъявили желание Хорошо, хорошо Я могу хотя бы позвонить? Пожалуйста Спасибо То есть, телефонные звонки не запрещены, но связи тоже нет? Да Подарись Еще полтенник Слышь, дядь, вот ты так прям тут уснуешь Ты че, малой, мне стакан виски, как стакан минералки Сейчас бы бабу еще Слышь, а у тебя баба там вообще была? Че, не было что ли? Да не в этом дело Просто ушнуть боюсь То есть, баба была, и ты с ней уснул Так это не баба была Че, давай, хочешь? Познакомлю с хорошей Пойдем Нет, дядь, я не пойду Че, сышь что ли? Я просто умирать не хочу Малой Отдыхать хреново на зоне, на пожизненном От рака в больничке тоже западло Ну и в подворотне, в собственной блюотине Отдвинуть кони На теплой, мягкой телке от Ишкаек Пошли Вопрос первый, почему я? Ты был ближе всех по карте И? И мне нужен друг Одной страшно Почему ты в игре? Я сбил человека А ты? А я на работе Мы раскрывали подпольное казино Но все зашло слишком далеко Если поможешь мне, я тебя спасу Ты это можешь? Я это попробую Хорошо Я сделаю все, что нужно Только вытащи отсюда Ну-ка, малой Глянь, где там другие шарятся Дядь, стучу двое Прямо рядом Где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вали, малой Я не вижу, куда стрелять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда прибуда? Судьба осталась Вот пригодилась Красава ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где мы? В надежном месте Ковальд спасся чудом Чудо случается только единожды В следующий раз его не станет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Ну вот Теперь можно и повоевать Амфитамин? Дай этот себе препарат, чтоб не уснуть Кто ты такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами Бессонница И мы возвращаемся к нашей самой азартной в мире игре Внимание наших ВИП-гостей, сделавших слепые ставки Настал час узнать, на кого из гладиаторов 21 века Поставили вы Ну, иди к папочке Удачной игры Марина Викторовна Ваш У меня игрок номер пять Ух ты! Неожиданно Восьмерка Уголовник Извините, мальчики По-моему, я вас всех обошла Шестерка Что называется, подфартила Психопатка Это у нее судья оружие забрал А кто у тебя? У меня третий А, этот пацан Занимался стритрейсингом Хорошо, машину водит Тебя на руку Человек сбил Стало быть, альтернатива Простите, вы сказали, альтернатива? Ну, да А что это значит? Это значит, что этого мальчика нам сдали на игру Вместо того, чтобы посадить Он преступник А, то есть, сюда так попадают? Здесь все преступники? Ну, не совсем Некоторые, да, что-то совершили Вот когда-то Стритрейсер или уголовник Некоторые здесь по своей воле А для кого-то в присутствии здесь вообще большой сюрприз Кстати, а у вас кто? А Игрок номер один Семнадцать лет Подождите, она же совсем ребенок Че, тядь, нам колеса нужны новые На своих двоих мы далеко не уедем Да за остальными лучше следи Я должен знать, если кто-то рядом Мы тут как на ладони Не ной Слушай, дядь А че, если к таксисту подсесть И по черепушке его бац А че, так реально можно тачку забрать? У меня кореш так делал И где сейчас твой кореш? На зоне Вот именно Потому что придурок У таксистов рации стоят По ним сразу можно тачку отследить Если угонят Есть идея покруче Да понял я, Люсь, понял Че тут Да 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 куплю я, куплю, сказал же Да Э Сейчас, подожди Ты че, пацан, дуба рухнула Закройся Мобилу давай сюда, быстро Тихо, тихо Быстро, быстро Тихо, ладно, ты че, мужик Мужик, хорош Ты знаешь, что я хорош Руки В гараж быстро пошел Мужик, ты шутишь? Ай, бегом, бегом Да ты че Да ладно, ладно, тихо, тихо Музыку любишь, слушай Ну так слушай У тебя тверение навало Мужик, окончай, ты че Круто Он даже заяву не сможет кинуть ментам Потому что в гараже торчит И искать нас не будут Супер Учись, пока я жив Ну или пока ты Да Коля, а че ты трубку бросил, а? Да потому что ты дура тупая Не звони сюда больше А вы, Мариночка, что, на нее поставили? Это не я, это мой муж Но она же ребенок, школьница Рискованно Рискованно? Подождите, почему здесь же слепые ставки Вы только что узнали, на кого поставили? Ну, просто изначально на номер один и десять никто не ставит Это проигрышный вред Почему? Ну, потому что номера игрокам Выдаются по их возрасту Чем младше игрок, тем меньше его номер Поэтому игрок под номером один Слишком молод и глуп, чтоб выжить А номер десять, как правило, бывает уже в возрасте И не в той кондиции, чтобы соперничать с молодыми Я, кстати, помню, что десятка как-то выигрывал Ну, это был единичный случай Скорее, исключение, чем правило Я не знаю, о чем думал ваш муж Но у девочки, на которую он сделал ставку Шансов уцелеть Немного Это здесь было Черт, я даже не знаю, что с той девчонкой Два дня живем И сегодня не первый Подумай лучше о себе Ты точно помнишь, как выглядели те гайцы, которые тебя повязали? Угу Надо пробить, какой отдел ДПС здесь работает Чья это земля А можно, глупый вопрос? Как? Спроси, что полегче Попробуем через главк Ну, иначе ждет инфы от меня Он поможет У нас есть одна цель У Дока есть противоядие, и нам надо его достать Любой ценой Давай, 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 давай Давай Я там пельмени сварила, пойдем поедим Позже, ешь, если хочешь Саша Все это оружие Бронежилеты Препараты всякие Кто ты такой? Мне тебе всю свою жизнь рассказать, или как? Нет, ну, не интересно Давай договоримся, это не твое дело Я обещал тебе помочь с Ковремом, и я помогу Вот остальное пусть тебя не касается Ладно Коваль Игорь Владимирович признан виновным в совершении преступлений Предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ Организация убийства Частью 2 статьи 209 УК РФ Бандитизм Частью 1 и частью 2 статьи 210 УК РФ Организация преступного сообщества и участие в нем Частью 1 и частью 2 статьи 228 УК РФ Незаконное хранение и транспортировка оружия и боеприпасов По совокупности наказания путем частичного сложения Назначить Ковалю Игорю Владимировичу наказание В виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима Вы довольны решениям суда? Нас устраивает приговор Суд удовлетворил требования стороны обвинения А на наш взгляд приговор является законным обоснованным И полностью соответствует тяжесть Оль, ты как? Ты в порядке? Пожизненное? Это все, на что способно наше государство, чтобы наказать этого урода? Ну ты же знаешь, смертная казнь у нас отменена И пожизненное самое строгое наказание Он будет сидеть в одиночной камере Есть, пить, книжки читать Он моего сына убил Сережу Это все какая-то насмешка Я Кирюшу двенадцать лет растила Он хороший, добрый мальчик У него вся жизнь могла быть впереди Я не смогу жить Знай, что эта тварь не сдохла Кинотеатр нон-стоп Кинотеатр нон-стоп Да Я чуть впереди спиной стою Я вижу Кажется, меня ведет кто-то Наши действия Идите к эскалатору и поднимайтесь наверх Наверху идите к лифту И спускайтесь вниз Я зайду на этом этаже И приготовьте бумаги Уроки кулинарии в итальянской пиццерии Торпите в торговом уровне Мастер-классы дает ведущий шеф-повар ресторана Лучиано Калетти Сделай лучшую пиццу своими руками Вы принесли? Все, что просила Вот личные дела ДПСников, которые дежурили вчера в Строгино Зачем тебе это? Есть тема через них выйти на организаторов этой бойни От Петровки не дождешься Вот отчет Все, как вы просили Но там немногим больше, чем вы знаете Берем в работу Сколько у нас есть времени, Дарья? Сколько ты продержишься Прежде чем подействует то, что тебе вкололи? Пока я не усну Думаю, двое суток у нас есть Но лучше успеть за дни Я налево, вы направо Удачи Удачи Мы с оружием Сработают металлоискатели Ну а мы как туда зайдем? У нас же пистолеты, мы же не можем их выкинуть Черт, об этом-то я не подумал Давай Сейчас я зайду в гостиницу, сниму номер Пистолет я оставлю в машине Возьму пропуск на подземную стоянку А уже оттуда с оружием мы сможем спокойно подняться в номер через черный ход Здрасте Мне нужен номер на двоих Для меня и моей дочери Какой-нибудь Получше, ладно? Даша, вот Вот один из них Ищи второго Кто тут у нас? Алексей Немолочный Адрес Угу А вот и второй Романов Дмитрий Вроде никого Тачку не трогали? Ништяк все Прошло-то несколько часов, как мы ее тут бросили Ну чего, отработаем тебе гнид? Каких? Ну эти, которые на нас напали Не, не сейчас, малый У меня тут кореш недалеко живет, у него отсидимся И чего, пусть и подальше ходят? Они же нас вольнуть хотят Да им нужно кишки убустить Кому? Ну этому рыжему И этой дуре И ведю, когда смотрел на тебя Назначить по уволю Игоря Владимировича наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима Сниму свое время, малый Сниму свое время, малый Сниму свое время Тебе заказать что-нибудь? Сереж Ты принес то, что обещал? Здесь все Да Если вкратце, у этого Коваль почти и нет никого А родители давно умерли, жены и детей не было никогда Ты сказал почти никого Ну да, есть сестра родная, Наталья Коваль, там есть ее фотография с паспорта Какое-то время он у нее кантовался, помогал встать на ноги, ну и все такое Что значит помогал встать на ноги? Ну как? Помогал деньгами Купил я ей квартиру дорогую Ну а сейчас она работает риэлтором, по сути дела Успешная бизнес-вумен Оль, я тебя много лет знаю И сейчас ты мне не нравишься Что ты задумал? Что ты задумал? Ты в порядке? Да, Саша Как долго мы еще будем здесь прятаться? Как мы достанем Ковали, если мы все время сидим здесь? Подожди Я тут встретиться кое с кем должен Ладно Вернусь, займемся твоим ковальем Это его квартира Ты что собралась делать? Делом заниматься Привет! Привет! Дядя Дима твой папа? Ага Он сейчас дома? Не, они с мамой в магазин уехали А мне сказали никому не открывать Смотрите, что у меня есть Мне папа купил Круто! Только папа тебе правильно сказал Не открывай дверь чужим людям Он в метро Черт Дайте воду, пожалуйста Спасибо! Уважаемые пассажиры Находясь на эскалаторе Стойте справа Проходите слева Ведите Держите 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 На эскалаторе Что происходит? Что происходит? Коваль А я слышал, что тебя менты закрыли и кто-то базарил такую тему Погано выглядишь Малой Че, плохие дела, да, Митя? Ну, крутимся, как можем Крутимся Сторчался в конец Тебя менты закрыли, я слышал такую тему Надолго закрыли Да ты че, Митярь У нас же самый гуманный суд в мире Забыл что ли? Да, Митярь, я смотрю, у тебя все по-старому Ну че, ну как-то так Короче Мне на какое-то время где-то упасть надо Так что Мы с малым у тебя пока зависнем Ну а сегодня гуляем Чтоб я сдох вообще Скажи спасибо дяде Ковалю Баб, организуешь? Да И как скажешь, Коваль Только не своих шалашовок из подворотня нормальных телок Чистых, сможешь? Ну как скажешь, Коваль, че ты, как ты скажешь, так и будет Ладно, сейчас для начала за бухлом сходим Дядя, ты че, бухать собрался? Спать не захочешь? А че ты ссышь? Тебе же лучше Слышь, Митяй Ты телек не проторчал еще? Не Работает? Да Да Иди-ка в комнату, мультики посмотри Дядь, ты че гонишь? Я тебе че сказал? Исчезни быстро, щенок! Слышь, Митяй Тема такая Мне кокса надо Много Так, чтобы дня четыре вообще не спать Да вообще не вопрос, Коваль, но ты когда-нибудь долбил так плотно Я вообще в курсах, че с тобой будет после четырех таких дней И я в курсах, че со мной будет, если я усну, короче Организуешь, нет? Да не вопрос, Коваль, были бы бабосы Бабосы, как ты видишь, есть Так что давай Шурши, Митей Если хочешь, чтобы тебе что-то с морского плеча обломилось Ого! Что? Что, обокрали кого-то, что-то? Кажется, что же В отпуск лечу На море, здоровье поправить На море, это хорошо, давайте я вам помогу Вещи, багажник убрать В какой аэропорт-то едем? В Домодедово В Домодедово Вот только нам придется на заправку заскочить Давай, давай Время-то терпит? Успеем До очередного перемирия остался час И пока в игре все десять участников К концу первого дня игры слабых игроков ждет смерть Кто вылетит первым? В любое время вы можете сделать новую ставку Кофе У нас проблема Женя Его потеряли Как? В метро Сам знаешь, какие там толпы Это же не GPS У казино своя сеть радиопередатчиков Закрытая Она и так не очень-то, а под землей Вообще глухо Так что Мы не знаем, где он Спасибо за известную мне информацию Он бывший судья и знает о передатчиков Не хуже тебя Ну может он Может он тактику такую избрал Если его не видим мы, то Не видят и остальные игроки Может он решил В метро по кругу кататься, чтобы его никто не вычислил И не убрал Метро в час закрывается Ну что, где наш, а? Я не понял Что ты орешь? Не ори Затихарился он, как договаривался Слушай, а если все идет ровно, что мы тогда тормозим? Давай, пошли ставик, Юрик, давай ставку делай Хотите сократить экспресс или сделать ставку? Не, хочу старую догрузить Увеличу ставку, какую именно? На вылет Номер восьмой вылетит первым Мне кажется, верняк Хорошо, на сколько? На десять миллионов Надо было дождаться Романова там Угу, ну да На виду у жены ребенка допрашивать у вас при страсти? Он с тобой не церемонился Даша, я бы с ним тоже Это он, та сука А ну, вышел быстро! Куда ты? Назад! Я знаю, что все ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! У вас хуже будет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну, иди сюда, урон! А ну, развернулся и ушел! Пошел, быстро! А вы кто такие? Аварийные комиссары Ну что, как там, Машка? Когда будет операция, уже известно? Слава Богу! Слушай, ну, если доктор сказал, значит, ему можно верить Все, успокойся Поцелуй ее там от меня Давай, пока Ну что? Нравится тебе здесь? А то! Вообще классно! Я бы тут только и жила Ванна вообще супер! Я такие только по телеку видела Вообще, как-то странно Интересно, что-то, как будто бы ничего не происходит Ну, как будто бы там на улице, не страшно И никто с пистолетами не ходит Как будто бы это сон Да, сон Только спать-то нам как раз нельзя, не забывай Все, что угодно! Только не спать! Я чистил, секундочку! Ну что? Женя! Весь отменяется, док Вот и все Э! А ты кто еще такой? Друг семьи, вы не волнуйтесь Нас обратно на зорге, пожалуйста Да, док? Я, конечно, с каждым клиентом в ресторане не сижу Но вы у нас VIP-клиент И я не каждый месяц продаю четырехкомнатную элитную квартиру в центре Москвы Да Я одна, но очень люблю, когда много места Понимаю Наташа, скажите Да А у вас есть семья? Да, брат Но он сейчас в командировке, зарубежной Старший брат? Да А у меня никогда не было брата Наверное, это здорово Сильное мужское плечо и все такое Да Да, Игорь мне всегда помогал Но просто кроме него у меня никого нет А у вас? Вы говорили, что вы одна, а кольцо? Ну, если это не секрет, конечно Конечно Извините Ничего бывает Да Да У меня был муж Была семья Ну, это грустная история Теперь у меня никого нет Они погибли Их убили Господи, какой ужас Да Мой муж был предпринимателем и довольно успешным Потом возникли проблемы с кредиторами, а они оказались бандитами Муж отказался платить Они наняли киллера И он взорвал машину моего мужа вместе с моим сыном Киллера, конечно, поймали Недавно, кстати, был суд Ему дали пожизненное Но ведь семью это не вернет, правда? Понимаете? А теперь я хочу Чтобы эта тварь Чувствовала то же самое, что чувствую я Когда у тебя отбирают самых близких Я сейчас уйду на полчаса Ты сиди здесь, следи за сигналами остальных Если кто-нибудь приблизится, уходи Ура! Слышь, пацан А я же мент Тебя найдут Сука ты, а не мент Говори, урод Кому ты его сдал Кто за ним приехал Имя, телефон Ну? Я не понимаю, о чем ты говоришь Я не знаю Я не знаю Я не знаю Вы их не знаете Они богаты, они… Они все могут Тебя убить прямо тут-то? Кто они? Я не знаю. У меня только телефон того, который меня завербовал. Как завербовал? Нет. Нет. Тварь, мать! Я Шмюхан помогал, я крышевал. Да они это узнали и сказали, или сдадут меня не УСБ, или денег дадут. Много. Ясно с тобой все. Кто они? Кто тебя завербовал? Не знаю. Не знаю. Как его зовут? Я не знаю. Урод! Ты же ему людей как рабов поставляешь! Нет! Нет! Я этого не знал! Я же не спрашивал его! Я думал, так просто, ну просто не знаю, брать кого-нибудь, или на какой-нибудь завод подпольный. Я не знал. Я не знал. Я не в курсах был. Ты сука! Хватит! Как выглядел тот, кто тебя завербовал? Ему лет сорок. Он такой подтянутый, как военный. Он такой бледный, и волосы короткие, и глаза! И они такие… лютые! Кажется, поняла. Это один из судей. Эй! Эй! Стойте! Стойте! Вы куда? Иди, пацаны, займись. Это твои, похоже, не справляются. Ай! Коба! Коба! А давай корешей позовем! А чего? Ну гулять-то гулять! Корешей? А? Ну что, тема! Пойдем только сначала освежиться. Давай, пойдем сейчас освежишься, а то ты никакой уже. Всюха! Давай, заходи в ванную. Давай. Сейчас все будет. Отвали. Вот обдолбыш. Ему банкет на блюдечке, а он обдолбался на радостях. Отвали! Отвали! Ты куда? Я пойду от poo. А вы тут это, ну-ка, пока... ну т mapa. Пасексуальней. Дядь! Дядь. Вов mente. Чается! Нет у тебя корешей, Чьма. Не было и не будет. В любой момент могут появиться наблюдатели, так что давай быстрее. Саня, а чего быстрее, а? Мы сделали все, что ты сказал. Поставили на то, что Коваль вылетит первым. Теперь дело за тобой. Я сказал, я сделаю. Угу. Почему именно Коваль? Почему не кто-нибудь другой? Он напаснее всех. Да какого же ты лезешь на рожон, а? Отсиделся бы где-нибудь до поры. Сань, мы на тебя поставили все, что у нас есть. То, что мы поставили на Коваль, это копейки по сравнению с тем, что мы поставили на твою победу. Ты понимаешь хотя бы? Юрок, успокойся, я свое дело знаю. А какого тогда эту бабу за собой таскаешь? Договор у нас такой. Я получаю поддержку, убираю всех, выиграю бессонницу и получаю свою долю, так? Но остальное это мое дело, вас не касается. Ну тогда я тебя очень прошу, пожалуйста, не проболтай со своей бабе о нас, а то судьи узнают, всем конец. Приехали, док. Конечная. Жень. Ну подожди, ну зачем ты делаешь? Это же не я тебя наказал. Не до благородства мне сейчас, док. У меня жить охота. И ты мне в этом поможешь. Слушай, Жень, они тебя найдут. Ты знаешь, что Волков и остальные, они тебя не простят. Ты выехал за черту города. Они тебя точно найдут. Только они не в курсе, что я куда-то уезжал. Как это? Они думают, что я сейчас в метро нарезаю круги. Что-то вы ездили по улицам. Док, вот только не надо учить папу любить маму. Я из тоннелей не вылезал. Сигнал то появлялся, то пропадал. А не уверен, что я сейчас в метро скачу со станции на станцию. Ладно, док, давай к делу. Ты достанешь мне антидот. Я опер с Петровки. Похитила мента. А толку-то? Мы ничего не знаем. Это финиш. Почему ничего? Мы знаем про судью. И чё? Судью ты так же хочешь похитить? Да они там все боевики настоящие. Жесть. Еще три дня назад в это же время я думала, в какой бассейн записаться. И в каком магазе йогурты дешевле. Можно взяться за казино. Возьмись. Хорош издеваться. Нормальная ведь идея, почему нет? Мы знаем, где оно находится. Помнишь башню Москва-Сити? Откуда мы отъезжали? Это же ключ. Слишком очевидно. Я думаю, у них есть прикрытие. Но пробовать будем? Да будем. А как тебе удастся? Ты знаешь, в чем он хранится? Конечно, знаю. Я знаю, я знаю, док. В казино. Их две ампулы. Одна основная, другая запасная. Только знаешь что, док? Тебе понадобятся обе ампулы. Зачем? Помнишь, в прошлом году на игре я стоял на уколах игрокам. Тогда еще чемоданчика прокинули. И несколько ампул разбилось. Так? Так вот, док. Одна не разбилась. Ой! Что? Не ожидал, что окажешься на том месте? Поздравляю, док! Теперь ты одиннадцатый участник бессонницы. На льготных условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужна не ничья, а победа. Такова купнирная ситуация. Но соперник наращивает давление. И вот снова-снова они на нашей половине поля. Пока защита выдерживает. Мы надеемся, наш опытный игроков оборудает. Но всем совершенно ясно, что с годами они попадаются по-моему. И подчас не успевают за скоростными нападающими соперника. Но вот сейчас-сейчас, но сейчас-сейчас наёжно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гол! Гол! Ну вот, более-менее! Что-то сдвинулось! Один-ноль! Один-ноль! Мы впереди, и, я надеюсь, будем продолжать атаковать. Потому что один-ноль, интересно, как упадает, что он скользкий и душно... Да. Надо поговорить, приезжая в казино. Дядь, слышишь чего? Родаки стучать не научили? Меня на улице учили. Стукачих хуже крысы. Дверь закрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, идем искать следака, который мне улики подкинул. На кой? Че на кой? Че тупишь? Долажи ты все! Нужно конкурентов мочить. Че следак-то? А-а! Ну, тогда разбегаемся. Я по своим делам, а ты мочи кого хочешь. Дядь, ну ты че? Ну, хорош. Че хорош? Забыл? Только один выживет. Хочешь, чтобы я всех замочил, а ты потом меня кокнул? Че? Че? Да не думал я так ни разу. Ага. Дядь, а что если вдвоем выкроем? Ну почему нет? Ну как-нибудь, могут же двое? Ты откуда такой взялся, а? Ты вообще как сюда попал? Отчим продал, когда мать умерла. Как продал? За бабу. В смысле? Он в казино работает, светотехником, в зале. Ёб! Беспредел! Вот кого мочить-то надо. Только до туда не дотянешься. Я хочу вернуться. Куда? За тем гайцем. Ну-ну. Или за вторым. Ведь я не спросил самое важное. Пока перемирие, нужно вернуться. И че такого важного ты у него не спросил? Жива она? Или нет? Девчонка, которую ты сбил? Леш! Леш, послушай, мы обязательно это выясним, когда все закончится. А сейчас надо к башням. Когда все закончится? А ты уверена, что оно закончится хорошо для меня? Я знаю. А по глазам че-то не видно. А ты до хрена кулис, что ли? Слушай, сюда. Мы выберемся. Живыми. Я сделаю все для этого. Хорошо. Тогда поедешь один. Я к башням. Потому что времени в обрез. Леш, ну, давай я шефу позвоню. Он все для тебя узнает. Нет. Я сам. Это только мое. Я сгоняю быстро. На метро машину тебе оставлю. Потом найду тебя по сигналу. Леш! Давай недолго. Я буду ждать. Я отпустил дока. Следи за ним в казино, когда он придет за антидотом. Уверен, что док не сдаст тебя взамен на ампулу? За что? Я правила не нарушил. Часы не снял, не ушел за МКАД. Если кто-то что-то нарушит, только он. Док стреманется. Или возьмет запасную ампулу себе. Есть страх посильнее. Я назову тебе игрока, когда придет время. И ты и я вкалю ему вместо яда пустышку. Все просто, он сможет спать. Не проголись, док. Ведь мы оба делаем на этом ставке. Откуда запись? Мой маленький спектакль. Я приставил к его голове пистолет и заставил наговорить на диктофон. Если эта запись попадет к Волкову или еще выше, слушать его нелепые истории никто не станет. Так что у него один выход. Украсть ампулы и бежать. Пока есть несколько дней. А ты следи. Хорошо. Ну… Ты что творишь, придурок? Забыл, где ты есть? Где? Слышишь, придурок, тебя прямо здесь закопать или как? А вот и снова я. А, от тебя не убежишь. Да, я как герпес. Всегда возвращаюсь. Всегда возвращаюсь. У тебя нет патронов, дружок, после той бойни, что ты устроил в магазине. А если есть? Тогда стреляй. Да, да? Хипот. Упот. 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 Стоян the way is to hear you. Если можно было прилечь Это к чему? Это к тому, что надо экономить силы Черчилль умный был мужик А ты нет Прости, друг Повернуть надо было А я зазевался Ночь не спал Да это ладно С кем не бывает И я погорячился Извини Смотрите, вот это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шикарно выглядите вам очень хорошо. Вы думаете? Да, конечно. Вы знаете, у нас это платье в одном экземпляре. Так что можете смело отправляться на какой-нибудь банкет или вечеринку и не бояться, что встретите кого-то в таком же. И, кстати, ваш муж или молодой человек будет очень доволен. Да, я возьму его. Отличный выбор. Я заплачу сейчас, а заберу его дня через два. Так же можно? Ну, правда? Ну, наверное, да. Не время сейчас для платьев. Ира. 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 Ты бы хоть телевизор сделала погромче. Ты ведь так точно снешь, а? Слушай, Максим, может, праздник устроил? Да со мной все в порядке. Угу. А ты как? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо просто. Ничего нового по поводу твоей дочери, да? Ты ее еще увидишь. Мне почему-то так кажется. Знаешь, в девятнадцатом веке английский ученый открыл новый химический элемент. Он не мог взаимодействовать ни с одним из известных химических элементов. В периодической системе не было для него места. И что? И тогда ему дали прозвище. Химический мертвец. Прикольное прозвище. Вот и я. Мне нет места в этой системе. Я... Я не хочу ни с кем драться. Да и не умею. Я как тот аргон. Не могу ни с кем взаимодействовать. А как же я? Ты же со мной взаимодействуешь, разве нет? Ну да, ты права. С тобой я взаимодействую. Она здесь. Кто? Женщина, которой она стреляла. Да. Зачем? Она хочет, чтобы я спустился в холл гостиницы. Зачем? Поговорить. О чем поговорить? А схожу. Узнаю. Ты понимаешь, что это может быть ловушка? Что она может нас убить? Может быть. Но не здесь точно. Это же тебе не безлюдный парк. Это гостиница. Здесь полно охраны, полиции. Ты будь в номере, я скоро вернусь из-за преддверия. Олег, не оставлю меня одну. Пожалуйста. Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Нужно же узнать, чего она хочет. Тем более у нас еще 10 минут перемирия. И тем более ты сама сказала, никакой я не химический мертрец. Олег! Как дела? Ты… Ты зачем пыталась нас убить? Ну, это же игра. Ну, правила такие. Ну, ты бы в боксе тоже возмущался, если бы тебя били? Что тебе надо? Слушай, ну, вас же двое. Ты и девчонка, так? Так. И, насколько я понимаю, вы решили отсидеться. М? Продай мне пистолет, а? Я тебе сто тысяч дам за него. Нет. Сто пятьдесят. Я тебе ничего не продам. Двести — моя последняя. Иди ты к черту. А он тебе зачем? Ну, зачем? Не ты. Тем более твоя девчонка. Никогда из него не выстрелите. Тем более никого не убьёте. Просто не сможете. М? Если будет за что, смогу. Нормально. Кто? Кто-то? Кто-то? Голову отверну, уроды! Голову отверну, уроды! Один вопрос, и я уйду. Что? Помнишь меня? Девочка, которую я сбил на машине, когда от вас бежал? Что с ней? А парень сейчас звонил, рассказал, как ты его с бабой какой-то прижал. Я знаю не больше его. Я спрашиваю, что с ней? Ее в больницу увезли? Так, парень, ты давай-то волну-то убери. Я задал вопрос, отвечай! Зайда! Ау! Ты где? Зай, я сейчас иду, сейчас, сейчас, сосед пришел. Говори, отвечай, урод! В морг ее увезли, все, нет больше девчонки-то. Фильм EAГРОВ Я не могу отверстий, Clarke. Ты где-то автоматически-то попали. Я уверен, иди себя-то сразу. Потtin тоже опosit property,cht Strokes. Войнушка. 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 Ты чего здесь? Смотрю за ними. Слежу, чтобы быть в курсе, если что. Ну, а вот салат ем. Теплый, с лососем. Вкусный. Могу поделиться, я с этой стороны не ела. Бутылку мартини, пожалуйста. Одну минуту. Я присяду. Я хотела бы побыть одна. Если позволите. Бутылка не лучший способ, чтобы сбежать от всего этого. На утро проснетесь с больной головой. Каково же будет разочарование, когда поймете, что никуда вы не сбежали. Знаете другое? Знаю. Попытаться разобраться здесь во всем. Не хочу. Не хочу ни в чем разбираться. Хочу проснуться утром с больной головой. И убедиться в том, что этого всего не было и нет. Андрей тоже любил повторять, что иногда реальность страшнее любого кошмара. Андрей? Вы знали моего мужа? Да. Мы были друзьями. Я не помню, чтобы он мне говорил что-нибудь о вас. Зато он мне много о вас рассказывал. Ну, например, что вашу последнюю годовщину вы отпраздновали в домике под Неаполем. Он вам подарил картину Моне. Кстати, это я помог ее ему достать. Мне зовут Виктор. Извините, что сразу не представился. Ваше здоровье можно на «ты»? Марина, я к вам подсел не просто так. У меня есть подозрение. Я думаю, что смерть Андрея не была случайной. Что? Вы хотите сказать, что Андрею… Ну, кто за что? Ходят слухи, что… Что Андрей здесь провернул некую махинацию. Заплатил одному из судей за что-то. За что? Я точно не знаю. Опять же, повторюсь, это только слухи. То ли за то, чтобы заплатить кому-то из игроков, то ли за то, чтобы знать номер слепой ставки заранее. Андрей мертв. И узнать теперь ничего нельзя. А тот судья, которому он заплатил, теперь игрок под номером пять. Я уверен, что вашу ставку специально перекинули на самого слабого игрока. На девочку. Сумма ставки осталась та же, а номер игрока поменяли. Ой, господи. А зачем вы мне это все рассказываете? За тем, что я хочу во всем разобраться. Один не смогу. Вдвоем будет легче. В чем дело? С Жене. По нашим наблюдениям, он пока не контактировал ни с кем из игроков, и ни с кем не связывался. А как же ваша теория, что он первым делом кинется к агенту? Мы не знаем, идет ли вообще речь об агенте. Ну, признаю, что-то здесь не так. Вы занимались отбором? Скольких отобрал Женя? Пополам. Он пятерых и я. Потом одного из моих заменили на него. Кого отобрал Женя? Номера один, семь, восемь, девять и десять. Девочка, испуганная домохозяйка, бывший офицер, зэк и убитый горем отец. Они. Займись ими плотнее. Кто-то из них не тот, за кого он себя выдает. Нет. Нет, нет! Сука! Ну, давай! Сышь! Бы próбод me. Продолжение следует... ...기도 Отк metrics вы сможете найти. Продолжение следует... Так. Так. Злата, Злата, послушайте, Женя, он меня похитил, я не виноват. Он сделал мне укол. Помогите мне. Я вас прошу, помогите мне. Тише, док. Давайте не здесь, выйдем. Говорите, что там Женя? Он меня похитил. У него был препарат. Он мне сделал укол. Зачем вам? Чтобы я не мог спать. Он это сделал для того, чтобы я для него похитил этот антидот. Он меня заставляет. Сделайте что-то, я вас прошу. Поговорите с Гландым. Он должен мне дать ампулу, всего одну ампулу, чтобы я, чтобы снять все это. Ну, я вас прошу, пожалуйста. Я все поняла. Сейчас я вас отвезу в одно безопасное место. Препарат вам дадут. Сейчас мы пойдем к лифту, ведите себя спокойно, так, чтобы не вызвать подозрения у клиентов. Ясно? Вы уверены, что мы должны куда-то отсюда уйти? Там будет безопасней. Ну, тогда… А что мы вообще где? Не волнуйтесь, док, почти на месте. Вы уверены, может все-таки стоит позвонить Волкову, а? Вы уже засыпаете? Я нет. Нет, нет, я… Тогда у нас еще есть время. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете. Выходите, док. Здесь? Да. Я не понимаю, а… Делайте, что говорю. Пойдемте за мной. Ну, я не очень понимаю, а… Сейчас поймете. Подойдите сюда. Посмотрите вон туда. Я там ничего не вижу. Простите, док, я не могла по-другому. Слушай, а раз мы типа команда, я тоже должен все узнать? Ну, типа там, доверие и все такое. Короче, ты не сказал, куда мы едем? Нет у нас никакой команды. Подожди. Я… Я думал, что… Че ты думал? Думал. Фраер тоже думал, да на нож налетел. Хочешь выжить – рассчитывай только на себя. Заруби себе это на носу. Не надо, блин, меня учить. Сам кого хочешь, научу. Я уже говорил, что ищу следака. Филатов его фамилия. Короче, есть ментенок один. За баблу готов мать родную продать. К нему едем. Пробьет этого следака по базам. К нему. Значит, мы все-таки типа команда. Не выводи меня, малой. К нему. К нему. Ты кто такой? Че тут торчишь? Я, я живу здесь. В каком доме? Ну там, дальше. Пропод сектора покажи. Слушай, сюда. Ты уже несколько часов ставишь. Я видел, да еще и с камерой. Не живешь ты тут, вижу ясно. Поэтому сейчас быстренько свали. Нет. Еще увижу камеру в зад запихну и за рта выну. Кусяк? Угу. Аста нет? Срубил. Короче, дело такое. Коваль сейчас начнет следака искать. Ну того, который ему улики подкинул. А мы этого следака вычислили и адресок его пробили. Значит, ты сейчас ломишься туда, и как только Коваль там нарисуется, ты его и хлопнешь. Окей? Разберусь. С бабой что? Какой? Ольбе? Ага. Че ты с ней мутишь? Я ж тебе говорил-то, вас не касается. Саша, мы просто хотим узнать, какую по счету она свалит. Нам просто надо сделать ставку. Узнаешь, когда время придет. А, ну ты типа самый хитрый, да? С ее помощью всех завалишь, а потом ее в расход. Узнаешь, а потом ее в расход. Удиво! 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 Иди сюда! Вдохни! 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 Нет. Нет. Не убивайте. Умоляю, не убивайте. Я должен. Нет, я прошу вас, господи, господи, я не хочу. Не надо. Я никому не нужна. Никто обо мне не вспомнит. Никто никогда не любил меня. Не надо. Вы… не убьёте меня? Нет. Спасибо. Спасибо, Лом. Можно я уйду? Нет. Мы останемся здесь. Оба. До конца. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как только увидим, что Коваль поехал на тот адрес, блокируем датчик и туда! Я еду с тобой! Конечно! Узнал, что хотел! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!